Сегодня мы продолжаем. У нас тоже очень интенсивная программа. Открывает сегодняшний день Екатерина Юрьевна Удобин, доцент Института психоанализа, преподаватель программы трансперсонального психотерапии и консультирования, один из ее создателей, член президента Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Она расскажет о своем опыте психотерапии, работая с некоторыми очень интересными случаями. Как психотерапия может быть в эволюционной практике? Здравствуйте, дорогие друзья. Володя сообщил мне о докладе позавчера. Извините, я не готовилась, поэтому я как-то спросила разрешения и решила говорить о навалившем, о том, что подошло. К тому же психотерапией я не занималась, наверное, последние два года, всего обстоятельства. И такая радость выхода в психотерапию, такая возможность немножечко побыть психотерапевтом, вот бывает на занятиях со слушателями по переподготовке на отделении трансперсональной психологии и психотерапии. Вот тогда я могу немножечко как-то развернуть себя в этом плане. Поэтому вот я когда вчера обдумывала, что же наболело, вот о чем бы я хотела сказать. Первая, наверное, тема, которая очень близко для меня, это тема смерти и смерти от старости. То есть вот сейчас эта тема старения, она очень муссируется, и вот это веселое долголетие, активное долголетие, когда поем и пляшем в парке культуры, ну и так далее, да, вот и всякие программы для людей пожилого возраста предлагает нам правительство Москвы. Они, наверное, хороши, мне это очень нравится. Но я в этом участвовать не буду, но со стороны могу полюбоваться на людей зрелых, которые приятно проводят время. Что касается отношения к старению как к процессу, это, наверное, отдельная интересная тема. Ну вот так жизнь сложилась, что когда я начинала планировать какие-то сногсшибательные повороты своей карьеры и дальнейшего профессионального развития, как эта высшая сила ставила меня на место. И вчера говорили о том, что в западной традиции эволюционировать значит идти в гору каким-то таким жезлом и быть наверху горы, соединенным с высшей силой. Ну это некий процесс восхождения. Вот поскольку я к этой традиции принадлежу, значит, мой образ восхождения состоял в мечте взобраться на Фудзиялу. Вот есть такая, была такая мечта, она имеет такие семейные корни. И я уже спланировала все. Все, я посмотрела в интернете маршруты, собрала деньги, сделала себе настройку на это восхождение. Ну и вот как только это, в общем-то, в моей голове оформилось, хотела бы я это реализовать, хотела бы я встретить восход на Фудзияме, там тренировалась, много ходила. Ну вот тут случилось событие, которое второй раз происходит в моей жизни. Моя мама сломала шейку бедра. Это произошло ровно через 4,5 года после того, как это сделал папа. И я тоже напланировала себе карьерное, такое творческое путешествие по странам Востока. Для человека в возрасте 87 лет перелом шейки бедра означает, ну, как бы если не приговор, то во всяком случае долгое мучительное время. И выбор состоит в том, что делать операцию или не делать. В обоих случаях мы приняли решение делать эту операцию. И дальше пошло переживание и контакт с этими процессами у пожилых людей. Я не буду подробно описывать, я остановлюсь только на ключевых моментах. Во-первых, люди в этом состоянии оказываются совершенно дезориентированы. А болевой шок приводит к тому, что дезориентация во времени и пространстве. Они не могут понять, что происходит с ними. И природа позаботилась о нас. И происходит автоматический выход в изменённое состояние сознания. То есть не надо никаких там спецтехник, спецсредств. Это происходит автоматически. Ну и в какой области это происходит. Вот в сфере как бы значимых вещей, которые интересовали человека на протяжении жизни. Что касается папы, то когда его везли в больницу, его такой опыт преодоления, сопротивления был связан с юностью, когда он учился в военном училище и заболел водянкой. То есть это был опыт болезни, преодоления. Он выздоровел, диагноз тоже был такой неутешительный. И вот когда пришли санитары и понесли его в больницу, то он говорит, о, солдаты пришли из нашего взвода. И он такой, в общем-то, туда и отправился. А что касается мамы, надо сказать, что у меня родители очень сильные люди. И вот это активное долголетие, это про них. Потому что папа всегда занимался йогой, ходил по горам, и стоял, делал стойку на плечах лет, наверное, до 58. Да, и в возрасте, наверное, за 70 переложил паркет во всей квартире. То есть там еще та закалочка. А мама до 86 лет преподавала английский язык, и к ней домой приходили студенты. То есть ее профессиональная память удерживала ее от жесткой деменции и жесткого арейта Альцгеймера. То есть процессы шли эволюционные. Все это, так сказать, было представлено в полном ассортименте. Но когда она садилась и готовилась к занятиям, а потом работала со студентами, это ее держало. И вот эта женщина попадает в совершенно дезориентированном состоянии, в состоянии шока. Встают вопросы в операции. Она не понимает, что происходит. Она на все отделение кричит. Где моя бархатная юбка? У меня такое настроение. Отдайте мне мою бархатную юбку. И блузку шелковую. Все это ей кажется, это измененное. Принесите мне ее туда. Она в шкафу бесит. Ну и так далее. Но ее надо было подготовить к тому, чтобы врачи согласились делать операцию. Потому что в этих случаях они отказывают в операции. Значит, нужно было ее быстро собрать, потому что консилиум придет для оценки статуса. Можно делать или нет. Нужно было ее быстро собрать, чтобы она себя, так сказать, предъявила очень прилично. Вот, слава богу, сработали автоматические навыки НЛП. Я занимаюсь НЛП, так, уже много лет. Вот. И обращаясь к ее профессиональной здоровой, сильной части, я задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, ты помнишь, в чем разница между пассивным залогом и активным залогом? А она, конечно, господи, так кто же не знает? Да. И тут она мне выдала всю эту грамматическую разницу. Говорит, ты хочешь быть в активном залоге или в пассивном залоге? Сказала, да, в активном. Ну, если ты хочешь быть в активном залоге, вот когда придет врач, вот, оставаясь в активном залоге, и веди себя так, как вот кто ты есть. Ну, и, в общем, это все прошло нормально. То есть мы ее замаскировали. Да. Операция произошла. И операция произошла успешно. Вот пребывание во всех этих местах с очень старыми людьми, это просто хождение по мукам для близких. Потому что то, как устроено наше здравоохранение, вы знаете, и хотя это все делалось за деньги, и с сиделками, и с оплатой всего, чего положено, то есть когда, ну, операция была сделана, то врачи сказали, мы через день ее выписываем. Слушайте, помилуйте, человеку 87 лет. Только что сделана операция. Ну, тогда плачь. Ну, в общем, все вот так. Да. И все это время она пребывала в измененных состояниях сознания. Было очень трудно, потому что эта ситуация, она как бы, ну, затягивает очень сильно. И сохранять хоть какую-то малую долю отстраненности, это единственный способ самосохранения и какого-то, ну, вот возможности как-то разворачивать эту историю для тех, кто ухаживает. Ну, поскольку я сидела первую ночь с ней после того, как это произошло, и, ну, естественно, не предоставляется никаких условий для родственников, я сидела на стуле с прямой спинкой и наблюдала, пошла в измененное состояние сознания сама и наблюдала, что происходит. У меня нет вообще способов для интерпретации. Я скажу только о тех мыслях, которые ко мне в голову приходили именно тогда. То есть, ну, вот я видела, что такая социальная оболочка личности, она истончена. То есть, ну, как бы сущность человека представлена. Отстраниться и посмотреть на это, ну, как-то еще, но у меня не было выбора. То есть, я, ну, или там, не знаю, сиди, плачу, или как-то еще, или вот так все-таки попробую. Да, и мне стало казаться, что, ну, я вижу сущность. И это было совсем не то восприятие мамы, которая... Все. Ну, да. А потом со старыми людьми, как это бывает, начинаются неожиданные проявления. То есть, я сильно была подкована вот в трансперсональном аспекте. То есть, я начитала все книжки, которые в трансперсональном подходе по этому поводу написаны. Да, и, естественно, такой вот медицинский аспект мы контролировали через знакомых и через интернет, то есть все назначения и так далее. Но какие наблюдения? Да, надо сказать, что мы ее поставили на ноги. Она у нас сейчас ходит час на улице. Да, то есть это была нерешаемая задача. Речь шла о том, чтобы вставала и вот с этой ходилочкой до туалета гуляет час для того, что... Нет, с братом, с сопровождающим, но без ходилки и даже без палки, только на подручке. Вот. Второй момент, вот то, к чему мы перешли, нужно было возвращать разум. Разум вернуть практически невозможно, потому что деменция есть деменция. Да, но сейчас... Да, уроки накрылись по вполне понятной причине. Значит, мы придумали такой ход. Мы ей сказали, что издательство заказало переводы. Да, и она может... Ну, вообще ей надо, вот если она привыкла зарабатывать деньги, чувствовать себя самостоятельной, как внуки ее называли, жила-была бабаида, знатная и богатая женщина. Вот если она хочет быть, чувствовать себя знатной и богатой женщиной, то возможность такая есть. Заказали переводы. Переводы мы, естественно, скачали из интернета и обсуждали тему, какого рода содержание. Ну, понятно, что инволюция мышления, инволюция сознания, все это присутствует. То есть сложный текст, научный там, или какой-то вне зоны ее понимания, она не сможет сделать. Поэтому мы скачали басню из опа, как наиболее универсальный, проверенный веками, материал. Да, она получает басню из опа, она ее переводит, и за это мы ей платим деньги. Да, то есть она еще и зарабатывает. Значит, как вообще менялся этот процесс? Ну, сначала, естественно, отказ. А потом интересно, не хватает энергии, не хватает внимания, не хватает концентрации, чтобы читать и фокусированно переводить. Вот. А сейчас уже наловчилось две-три басни в день. Бумага не линованная, ровная строка, и абсолютно такой вот, ну, не идеальный, но очень хороший почерк, которого у молодежи нет. Класс. Вот. То есть как будут развиваться события дальше, я не знаю, да. И нужно было ее включать в семейные связи. Потому что по выходу из больницы она забыла, кто она такая, и куда ее везут. И пребывание в больнице воспринимается как, ой, мы были в таком интересном месте, такой город прекрасный. Да, вот я только удивляюсь, неужели в этом прекрасном городе никто не хотел изучать английский язык? Да, вот. И она, мы ее стали возвращать. Возвращали мы ее с помощью альбомов и с помощью разговоров. Да, и вот во всем этом процессе я как-то, ну, наглядно увидела, что Зигмунд Фрейд был прав. Вот эта возрастная регрессия, которая у... вот в обратную сторону у старых людей идет, она приводит к тому, что окружающие начинают восприниматься как заботящиеся окружающие, как родительские фигуры. То есть у нее сначала была ошибка с братом, а она, это было, извините, но это было очень смешно. Она считала, что он, ну, ее папа по ночам, когда он там подходил и помогал, вот, папа, спасибо, да, и так далее. А днем она его считала своим мужем. Да, и интересовалась, расписаны они или нет. Наверное, у нас большая разница, мы не расписаны. Ну, мы по этому делу посмеялись, а потом сообщили ей, что сын, да, что дочь. Да, а от кого поинтересовалась она? Мы ей рассказали. Да, она вспомнила. Значит, у меня была свекровь. Да, была. Вот, рассказали эту линию. Ну, и так далее. Ну, и подключение еще внуков и правнуков к процессу. А с внуками и правнуками вот довольно сложно, с внуками, а с правнуками-то радость. Потому что вот эта маленькая шпана, она с удовольствием едет, с удовольствием трогает прабабушку, а если не едет, то у меня, у меня бабушки задают вопрос. Ты куда едешь? Я говорю, вот, навестить прабабушку. Я везу ей пирожок. Ну, и малышня говорит, и горшочек масла, и баночку сметану, то есть все по красной шапочке. Да, вот эта история, так сказать, для меня очень живая. И у меня в связи с этим, ну, идут все время видения старых людей на улице. То есть я поняла, что, ну, вот, в молодости мы их вообще не замечаем. Да, и сейчас, когда идут такие бабули преклонного возраста с каталочкой на колесиках, на них тоже мало кто. Ну, и поскольку я была ну, в каких-то других странах, ну, в Германии жила, и вид из кухни выходил на вид дома престарелых условного. Да, там это было устроено таким образом, трехэтажное здание, комнаты наверху для тех, кто побогаче, с открытыми лоджиями, опоясывающие балконы, без перегородок, и два выхода. Один выход на балкон, другой там внутрь. Да, и люди в свободном, так сказать, доступе. А вечерком они сидят там в ресторанчике, в кафе, попивают, они будут рассказывать и в карты играют. А еще один образ, который я видела в Лондоне, я пошла в Ковенд Гаден, и рядом со мной оказалась старуха. А вот старуха, которая взобралась на самый верх, и было видно, что она подагрическая, что она принимает гормоны, поскольку вот это все по лицу видно. Моя дочь тихо стала хихикать в сторону, а я обратила внимание, что на каждом пальце ее руке, одной и второй, было надето по колечку, то есть она принарядилась. А во время антракта все пошли чего-то, она достала там свой бутерброд, стала есть, а когда мы вернулись, у нее перед ней стоял планшет и фотография, ну, горный пейзаж. И она вот этой подагрической рукой рисовала. Ну да, то есть ясно, что она живет не рядом с центром Лондона, что она вот туда ехала, тащилась, лезла на этот верхний этот смотреть балет, а в антракте рисовать. Вот, и, ну, у меня возникает вопрос, и нет возмущения, вообще, доколе мы в нашей культуре, будем не замечать этот возраст. Сколько осталось? Внутри три. Вопросы можно? Да. Вот, ну, там, деменция, то есть вот, видно, что мозг работает, да, то есть он плодит какое-то огромное количество фантазий. Да, 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 видно. А что, получается, что для организма проще плодить фантазии, чем обрабатывать ну, реальность, ну, конвенциальную, так сказать? Или в чем прикол? Почему так происходит у части людей в своем воздухе? Вот в чем энергетически проще? Энергетически проще. Или просто я уже убегаю куда-то из мира, думаю, все, пора уже. Вот что? А вы знаете, тут вот два момента. Папа, когда осознал, были моменты осознавания того, что с ним происходит. И вот он в моменты осознания всего, он хотел умереть. И был, ну, такой я была, наблюдала его ссору с Божьей Матерью, с Богородицей. Он сначала просил, потом умолял, потом три. То есть это, грубо говоря, получается, что они бегут от реальности, хотят умереть, так? Это одно. Мама хочет жить. И реальность входит через канал телевидения. Причем телевизор становится частью вот этой реальности. Ну, пока человек не может выйти на улицу, да? Телевизор становится частью этой реальности. И содержание передач, ну, а мы ей ставим что-нибудь там, ну, что-нибудь там про животных, оно вплетается вот в эту реальность, в которой находится. Хорошо. Почему человек отказывается от реальности и попадает в мир фантазий, внушений там, не знаю? Не знаю, не знаю. Почему? В чем суть вопроса? Не знаю. Не знаю. Я не знаю, как это происходит. Я не могу сказать, как это биохимически происходит. Ну, не биохимически, как это психологически происходит. Я тоже до конца этого не понимаю. Вот. Поэтому вот, просто картинки с выставки. Извините, да. Вот. Не могу ничего больше рассказать. Я отчитала Рамадаса, который написал книгу «Все еще здесь». И эта книга, конечно, очень помогающая. Я одно могу сказать, что те люди, которые религиозные, неважно на каком уровне, им легче. Им легче. Во много раз легче. Потому что, ну, я наблюдаю, как бы, сеть. Да. И, то есть, религия очень сильно помогает. Она, как бы, сделана для этих вещей. Там все яснее, там все прозрачнее. Что касается, вот, каких-то социальных связей. Вчера говорили о социальных сетях, о том, как важно контактировать, там и прочее, прочее. Вот я тоже заметила, что это как живой организм. Они начинают сами возникать, сами подстраиваются. Подстраиваются. То есть, начинают звонить люди, начинают звонить как-то и обмениваются информацией, впечатлениями и так далее. Социальные сети очень поддерживают. Но не все это интернет-сети, а прямые, реальные, человеческие отношения. Все. Спасибо. Мамушка одновременная память. Вот очень плохо. Полное решение. И долговременная очень, так сказать, трансформирована, она очень фантазийна. Можно ли говорить, что эти придумки просто конфигуляции? Не знаю. Да. Там сложное такое переплетение яви и фантазии или какого-то состояния с вот такое сложное очень переплетение. Это до сих пор в нем? Извините. А нет, сейчас нет. То есть нужна еще хорошая подборка препаратов. И когда организм, ну, постепенно дозировку сложно подобрать. А это не было в ее делении связанной с травмой? А, и это тоже, но и до травмы было. Я бы сказала, что после травмы стало лучше. Я бы сказала, что после травмы стало лучше. А потому, что она приняла факт заботы о ней. дали пульт.